Как вы после пенсии сейчас работаете в администрации? Я болела ковидом, я не была на пенсии. То есть вы сейчас не на пенсии, да? Нет, я не на пенсии. Вы так и продолжаете? Я болела ковидом. Ага, выздоровели, все у вас... Супруг мой болел ковидом, еще болеет, поэтому я была в отпуске в очередном. А после очередного отпуска вот еще я болела. Ага. Я вышла в неделю назад, только вышла на работу. Ага, у вас там все теперь хорошо, вы трудитесь. С такими почестями никто меня никогда не поработал. Ага, а когда вообще, если не секрет, собираетесь? Может быть... Я говорю, если не секрет, когда собираетесь на пенсию? Знаете, сам Бог знает об этом, когда и кто. Должен здоровье, значит, будем работать. Ага, я поняла. Не получится вот сейчас с этим ковидом все. Все же из-за ковида до 65-летних отправляют. Ага, я поняла, поняла. Спасибо вам. А я же могу уходить домой за лицо, потому что на такой работе не уйдешь. Ага, я поняла. Ну, вы там все так и продолжаетесь трудиться, да? Да, да, да. А кто вы, пожалуйста, ее прослушала? Блокнот Воронеж вас беспокоит, журналист. Блокнот Воронеж, понятно, понятно. Это вам кто-то дал, и скажу вам какую-то информацию. У меня, пожалуйста, позвоните в ЦРБ. Все прекрасно знают, что я лежала в больнице. Ага, ЦРБ Павловского района, да? Я не туда не побежала. Да? Это вообще бред какой-то. ЦРБ Павловского района, да? Конечно. Ага, мы поняли. Хорошо, спасибо вам большое. Мы тогда переуточним. Возможно, может быть, правда, что-то произошло. А отделение не подскажете, если вдруг будут спрашивать медики? У меня муж лежал в инфекционном отделении, а я находилась на лечении дома. Ага, мы поняли. Все, спасибо вам большое, что на звоночек ответили. Выздоравливайте окончательно. Всего доброго. Я выздоровела. Спасибо большое. Да, до свидания. Да, пожалуйста.